Всем привет! Я снова рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас будет такая очень интересная тема, я даже не знаю как ее назвать. В данной подборочке я представлю вам дарамы, где главные герои не могут выносить прикосновения либо из-за каких-то психических травм, либо из-за каких-то суперспособностей. Надеюсь, данная подборочка вам понравится и вы поставите классно, пишите комментарии, ну вы знаете, что нужно сделать. И начнем мы нашу подборочку с дарамы «Не могу обнять тебя». И как вы можете видеть, здесь играют очень популярные на данный момент актеры, такие как Син Джаолин, Сюй Кан Чэнь и Чан Юй Сим. Данная дарама поведает нам о энергетической вампирше Лишия, которая, прикасаясь к человеку, питается его жизненной силой. Однажды Лишия встречает парню с очень вкусной энергией. Но ей не повезло, молодой человек помешан на чистоте и не терпит ничьих прикосновений. Как бы там ни было, им суждено еще не раз встретиться. Но как же трудно, когда не можешь обнять того, у кого хочешь. Не сказал бы, что дарама довольно-таки серьезная, больше она такая легкая, позитивная на один разочек. Большинство о следующей дараме, я думаю, уже слышали. Но все же я решила ее взять в подборочку, куда же без нее. Итак, дарама «Я не робот». Просто великолепная дарама, где сыграл, кстати, Юсун Хо. В данной дараме молодой бизнесмен Ким Мин Кю страдает от аллергии. Однако его случай уникален. От прикосновения к другому человеку у парня начинается сильное раздражение кожи. В такой ситуации Мин Кю страдает от одиночества и нехватки романтических отношений. Ну естественно, парень-то у нас уже большой. Что же делать? Неужели он так и останется вечно один? На помощь бедолаге приходят новые технологии. А именно группа ученых, которые утверждают, что сделали робота, которого совершенно не отличить от человека. Мин Кю решает приобрести себе прекрасного робота-девушку. Но все идет как-то не по плану и робот ломается. Получив столь выгодный заказ, ученые не хотят просто так сдаваться и решают временно нанять настоящую девушку на роль робота. С которой, кстати, данный робот и был спроектирован. Таким образом, нашей главной героине предстоит сыграть непростую роль, чтобы владелец не заподозрил обмана. Но, конечно же, как мы понимаем, все идет абсолютно не по плану. Ведь девушка у нас довольно-таки эксцентричная и привлекающая к себе внимание. Следующая наша дорама о любви. Немногие представительницы прекрасного пола могут устоять перед красивым, богатым бизнесменом по имени Войцинь. Эти уже два прилагательные о многом говорят. Конечно же, пользуясь этим, молодой человек меняет поклонниц, как перчатки. Пока судьба не сталкивает его с 18-летней студенткой Джоу Си. Однако у девушки нет к нему и капли симпатии. Войцинь же внезапно понимает, что Джоу Си нужна ему как воздух. Ведь именно она может спасти его от одиночества, на которое он обречен из-за серьезного инцидента, произошедшего с ним в прошлом. На самом деле, такая типичная история, когда красавчик влюбляется в девушку, которая полностью к нему равнодушна. Но, думаю, можно уже перейти к более серьезным дарамам, таким как Меморист, допустим, в жанре детектив-мистика. Где сыграли просто прекрасные Ли Сэйон и Юн Сэн Хо. Это чисто мое мнение, но я на человека и впереди, господи, прекрасная пара. Здесь у нас главный герой Дон Бэк, детектив, который обладает сверхъестественными способностями. А именно, прикасаясь к людям, он может видеть их воспоминания. Мать главного героя была убита на его глазах серийным убийцей, когда тот был еще ребенком. С тех пор Дон Бэк пытается его найти, и судьба дает ему шанс. Вместе с гениальным профайлером Хансан Ми он выходит на след безжалостного маньяка и в процессе расследования пытается восстановить собственные воспоминания. Просто невероятно интересная дарама, которая подойдет как подросткам, так и более взрослым людям, как женщинам, так и мужчинам. Следующая наша дарама имеет некоторые сходства с предыдущей. А именно, они заключаются в том, что наш главный герой в данном дараме также обладает способностями видеть прошлого человека, используя свои руки. Все действия дарамы разворачиваются вокруг серийного убийства с поджогом 11-летней давности. Красавчик-старшеклассник Лиан потерял в том пожаре родителей. Его спас другой парень, который теперь ему стал вместо старшего брата. С тех пор у героя открылась способность к психометрии. Однажды он встречает девушку Юн Джи Ин, которая перевелась в его школу под самый выпускной. Их знакомство началось с недоразумения, но они уже были когда-то знакомы. Более того, ее отца признали виновным в преступлении, от которого пострадал Лиан. Еще одна дарама, которая пришлась мне по душе – дарама «Улыбнись», где главная героиня – это начинающая актриса Сяо Син. Но пока самые удачные роли, которые ей достаются – это играть мертвецов. На одной из очередных съемок шедевра девушка встречает молодого человека, который, как выясняется позже, популярнейшая суперзвезда Шу Джан. Несмотря на это, парень проявляет неподдельный интерес к Сяо Син, и это неспроста, ведь у него есть секрет, а именно – аллергия на контакт с кожей других людей. Но героиня стала исключением, что по-настоящему удивило нашего главного героя. Разве Шу Джан может упустить такой шанс? К тому же, объект его интереса – весьма привлекательная особа, которая, кстати, в будущем становится его помощницей.